Здравствуйте дорогие друзья! На библейский портал Эзегет пришел следующий вопрос. У богатого всегда больше возможностей стать жертвенным и великодушным. А как быть тем, кто еле-еле сводит концы с концами? Зависит ли жертвенность от уровня жизни? Нам, бедным кажется, что у богатых больше возможностей. И вроде бы так и есть. Но по факту получается, как правило, наоборот. Чем человек богаче, чем больше средств у него введено в бизнес или в предметы, свидетельствующие о его богатстве. И он, может быть, и обошелся бы и без бизнес-джетов, и без яхт-пароходов, и каких-нибудь статусных символов богатства. Но не может, потому что он не будет в тусовке людей, в которые входят только люди с яхтами-пароходами, дорогими автомобилями и другими материалями, средствами, свидетельствующими о том, что с тобой можно вести дела. Вот видно, человек состоятельный. Конечно, такой несколький стереотип где-то из 90-х, может быть, еще идет или там с нулевых. Но он работает, между прочим, работает. Вы же говорите сейчас не о тех единицах, которые уже становятся выше всех этих репутационных материальных средств, и который мог спокойно ходить себе в стиле casual, ездить на простых автомобилях, но, правда, бронированных, вплоть до зеркал дальнего, заднего вида. Часто вся такая напускная простота, далеко не проста и весьма недешево. Но не суть. Давайте вернемся к людям, как нам кажется, состоятельным и нами с вами. Во-первых, я знаю достаточно количество состоятельных людей, которые жертвуют огромную сумму на лечение детей, детским домам, престарелым, на нужды многодетных семей. Финансированы фонды пролайферские, которые занимаются борьбой, или нет, как правильнее сказать, помощью людям, которые хотят совершить аборт, чтобы него не совершали, храмам, целым епархиям. Но они просто об этом не трезвонят на каждом углу. Есть, конечно, такие, которые хотят получить какой-нибудь медийный гешефт из всего того, что делают. Но большинство из них помогают молча. Я сам был свидетелем неоднократно помощи людей, которым завидуют местные горожане, сельчане, которые с точки зрения этих же горожан и сельчан люди состоятельные, и жадные, и скупые. Но я вижу их деятельную помощь, о которой они просто на каждом углу не говорят. Бывает, эта помощь равняется сумме, практически равняется сумме годового дохода. А их, на них все смотрят, сукоризны. Вот, вот, они могут быть щедрыми, благодушными, вот какой автомобиль у них, какой дом они сядут грохали, вот нет, чтобы другим помочь. Понимаете, нам же завистливым людям. Бывают люди бедные и независтливые. Бывают бедные, или даже не сильно бедные, худо-бедно-состоятельные, но жутко завистливые. Им хочется, чтобы другой сострелительный человек ходил в лаптях, ездил на телеге, не имел никаких магазинов, ларечков, предприятий, вот, чтобы просто был нищим. Вот, и тогда ему будет спокойно. Ну вот, 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 хорошо теперь, да, вот пусть теперь, вот видно, что человек все раздал. Как-то в нашей голове не складывается в том, что если человек пожертвовал, допустим, миллион на нужды детского дома, то он при этом имеет полное право и машину себе купить за миллион, или даже за два. Хотя сейчас за два миллиона, по-моему, даже не всякий отчетчатый автомобиль купишь. Но, тем не менее, мы все равно будем завидовать до конца дней своих к тем, кто не дает абсолютно все со своего дохода. И при этом об этом не говорит. Обязательно надо, чтобы он говорил на каждом углу. А еще лучше, чтобы он этот миллион дал тебе, а не каким-нибудь бедным деткам. Или уж тем более на храм. Знаю людей, которые просто, да скорее что, с зубов, говорят с ненавистью о людях, которые жертвуют деньги на храм. Прямо им говорят, что в очень нелицеприятной форме. Ты что, зачем вообще даешь? Лучше, для себя пожил. Ты знаешь, вот все они там тра-та-та, тра-та-та, тра-та-та. Вот сами знаете, что про нас говорят периодически. И то, что действительно храм строится или восстанавливается, покупается именно то, на что деньги были пожертвованы этим человеком. Этого внимания не берется. Все равно многим противникам пожертвований на храм кажется, что эти деньги однозначно пойдут на 35-ю яхту для настоятеля. Сколько там чеков не показывай, это их не убедит. Поэтому, может быть, с собой побороться, вот эту внутреннюю гнильцу из себя надо изъять, а не думать, что все состоятельные люди только в себя богатеют, как об этом говорит Евангелие. Поэтому вот этот рассказ, что больше возможностей, вот с одной стороны да, а с другой стороны не всякий же человек состоятельный, он еще сострадательный. Многие пришли к большим деньгам через огромные страдания, и их сердца могут быть лишены какой-либо эмпатии. Они могут быть грубы, черствы и бездушны. Бывает ли такое? Очень тяжело до них пробиться. То есть они во всех людях видят людей, которые хотят просто поживиться. И так часто бывает, нам состоятельный человек неинтересен сам по себе, нам интересен постольку, поскольку может нас накормить, устроить какой-нибудь праздник, с которым можно покумоваться, попросить, чтобы стал крестным нашим. Вот хоть какие-то подарочки солидные будет детям привозить раз в год. Ну, попросить, чтобы репостнул тебя в своих сетях-миллионниках. И грубеют люди со временем, когда видят даже в самых близких людях желание чем-нибудь от тебя поживиться. То есть мы, состоятельных людей, когда-то весьма щедрых и радушных, мы их превращаем в циников, в людей с черствыми сердцами. Ну, так оно и есть на самом деле. Что-то уж то придумывать. Мы состоятельных родственников любим намного больше, чем несостоятельных. Ну, и что же делать, которые еле-еле сводят концы с концами? Да, вы не можете жертвовать большие суммы. Для вас 100 рублей, которые вы можете кому-нибудь отдать, это третье от вашего дневного пропитания. Ну, если считать, допустим, пенсию в 12 тысяч или зарплату в 1015. Очень распространенные пенсии в стране и очень распространенная зарплата в провинции. Это средняя цифра на самом деле. Под пожертвовать 300 рублей, это значит, где ничего не есть. И ты вот думаешь, вот, а что мы 100 рублей сделаем? Ну, я вас уверяю, как те священники, которые занимаются активной деятельностью в соцсетях, которым ты присылаешь на какую-нибудь, на какой-нибудь сбор своих 100 рублей, вот, массовостью сборов могут творить великие дела. Могу привести множество примеров, когда сотни людей присылают по 50, по 100 рублей, получается огромная сумма, которую ты можешь купить квартиру по горельцам. Опять где-нибудь в деревеньке, где-нибудь в небольшом городочке, там все-таки цены не московские, или помочь дому престарелых. То есть, полностью закрыть все их нужды, которые не может закрыть тем или иным причинам государство, потому что те вещи, которые тебе нужны, нету в списке, которые может позволить государство тебе приобрести. То есть, как бы деньги есть, но не на все. Какие-то принципиальные вещи есть. А чтобы украсить, допустим, стены дома престарелых, какими-нибудь картинами или пледики какие-нибудь красивые купить уже нет. А там 100 рублей, там 100 рублей, глядишь, вот тебе 50 пледиков купили. Ну, здорово же, здорово. Поэтому даже 10 рублями, которые ты можешь перечислить на карточку, как и человек, который занимается сборами, которому доверяешь, это уже твоя песчинка, которая сдвигает горы. Опять же, если вообще ты школьник, студент, у тебя вообще денег нету. У тебя не то, что на 12 тысяч доходов в месяц, у тебя и 1000 рублей доходов в месяц нету, ты учишься. Помочь хочешь волонтерство? Если есть свободное время, помогай деятельностью. Покорми бездомных на вокзале с каким-нибудь церковным проектом. Помоги в тоже информационном пространстве. И распространи эту весть в своих соцсетях, если у тебя их несколько. И какое-то количество подписчиков, весть адекватная. Бедный человек всегда может помочь. И Господь видит твое намерение, и твое усердие не оставит тебя голодным. Ибо всякий труждающийся достоин припитания. И вот если быть то лягушечка, которая взбивает молочко в сметанку, сметанку в маслице, то ты выскочишь из этого кувшина бедности, и станешь человеком, пусть и небогатым и состоятельным, но во всяком случае будешь жить вполне себе сносно. Главное не лежать себе на диване и проклинать всех, кто не хочет тебе помочь, а делать свое дело с усердием, постоянно, качественно, как для Господа Бога, как говорит апостол Павел. И ты не останешься без куска хлеба, а то еще и с маслицем. Не в сегодняшнем день, не в завтрашнем. Помоги всем нам, Господь. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры сделал DimaTorzok